Во все времена телевидение было интересно не только тем продуктам, которые выходят на экраны, также было интересно знать, как это делается. И у меня до эфира еще есть два часа, поэтому я проведу вам экскурсию и покажу, как работает наша телевизионная команда Верхниками ТВ. Только что оператор был там, а сейчас он здесь, и все это называется искусство монтажа. Но прямо сейчас мы находимся в Ньюсруме, это та комната, где сидят журналисты, работает редактор, и, кстати, редактор Андрей Фадеев нам расскажет, какие новости попадают в эфир? Новости попадают совершенно разнообразные. Это, естественно, жизнь города, это коммунальные, это происшествия, это социальная сфера, образование, медицина. Так что все, что интересует горожан, все, что происходит в городе, оно у нас должно появляться и появляется. Спасибо, Андрей, ну а мы двигаемся дальше. Сережа, я не забываю, чем ты занят сейчас, можешь сказать? Я пишу видеосинхрон о ледовом городке. Это сегодня в эфире? Да, это сегодня в эфире было или будет, я еще не знаю, по верстке. Сколько времени занимает у тебя написание сюжета? Можешь рассказать? Написание сюжета, смотря какого, бывает 20 минут, бывает 3-4 часа, день, два. А мы переходим дальше. Лена, привет, как дела? Я сегодня написала пресс-тур «Умный город», и сейчас у меня будет сюжет про Андрея Рашидова, как прошел суд в Перми. Сколько этой темой вы уже занимаетесь? Ну вот, как суды начались, мы ее постоянно мониторим, мы постоянно выезжаем. Я хотела познакомить вас с Кристиной Придеиной, она пришла в нашу телекомпанию не так давно, и Кристина не только пишет классные тексты, но и освоила работу оператора. Кристина, кстати, Дим, посмотри, сейчас она покажет, как она это делает. Кристина, расскажи, как так получается, что тебе не достается оператора, может быть? Да, иногда не всегда хватает операторов, и на место нужно выехать прямо вот здесь и сейчас, и поэтому я езжу с телефоном, благодаря вот такому устройству, позову «Статикан», это мой лучший друг. Я снимаю на свой телефон, вот сейчас я смогу снять нашего оператора Дмитрия, которого вам не видно. Но видно нам. Дима, как тебе? Удобно? Дима, помаши маме. Слушай, и картинка, да, качество хорошее. Да. Все-таки главное правило журналисты и телевидение, нет картинки, нет сюжета, поэтому Кристина молодец у нас и в огонь, и в воду. А это Вера. Она в телевидении более 16 лет. Вера. Расскажи нам, как изменилось телевидение за эти годы. Представляешь, мы новости в свое время получали на пейджер, сейчас на почту электронную, да? Сейчас у нас есть не один на всех, на всю команду телефона, у каждого есть свой телефон. И тему мы нашу ищем не из справочника, вот такого вот алмута желтой страницы, а вот открываем интернет, и все видим, мы с людьми общаемся. А сейчас я хочу познакомить вас с нашей продакшн-студией. Ребята сейчас работают над одним интересным проектом, в эфире нашего канала, вы его уже видели. Мы уже почти год, как ты знаешь, работаем над проектом «Искатели». Вот у нас целый стенд, посвященный этому. Нас мало, поэтому мы вынуждены делать сами все. Сами пишем, сами снимали, сами монтируем, сами вот делаем такие вот рисунки. И сейчас вот я как раз вот работаю над тем, что обрабатываю их. И очень здорово, что наш телеканал «Верхний Камень ТВ» очень любят зрителей. Мы чувствуем это, чувствуем, когда они откликаются на наши какие-то просьбы о благотворительности, на наши какие-то акции. Это очень сильно вдохновляет. В будущем, я думаю, что нас ждет еще больше креативных программ, новостей. Я надеюсь, что эти новости будут все позитивные. Ну и приглашаем всех креативных, амбициозных, молодых и не очень людей стать частью нашей команды.